Ну, в общем, уже отгремел вот этот долгожданный Квейцарский форум «Саммит мира», так скажем, по формуле Зеленского, уже понятны все итоги, и я бы сказал, я бы оценил, что он, в общем, получил несколько, даже большее значение, чем это ожидалось, ну, в силу того, что сниженные были какие-то требования, кое-кто не приехал, Китай проигнорировал в качестве наблюдателя. Но если бы, если бы не план, озвученный Путиным и коллегией Министерства иностранных дел Российской Федерации, то, наверное, бы у них мало что осталось обсуждать. А тут такая наглость, такой вообще гонор, такая фоноберия, невероятная по масштабу, ну, просто я не знаю, с чем сравнить. Гопники раздевают в подъезде, значит, отняли уже последнее, а жертва, значит, покрикивает о том, что смотрите, я вот в следующий раз вам наваляю, ведите себя аккуратнее. То есть, отдавая часы, какие-нибудь ролики, вот, странно выглядит, вот, хочется понять, план Путина состоит из трех основных пунктов. Это отвод предложенной Украине, а в лице Украины и вместе с Украиной ее союзникам, понятно всем остальным. И понятно, что в канун швейцарского саммита это прозвучало как то ли ответ, то ли, как бы, такой фэ, такой спонтом в сторону Запада. Ну, неважно, как кто оценивает, тут можно по этому поводу много чего придумать. Но, смотрите, он говорит о том, что надо из трех, четырех фактически областей, ЛНР, ДНР так называемых, сейчас от Донецкой и Луганской области, из Запорожской и Херсонской, в их административных границах отвезти все войска Украины. То есть, со своей территорией они должны просто покинуть территорию своих же регионов. А второе, это Украина должна дать гарантии, что она не будет вступать в НАТО. И это является предпосылкой для, соответственно, начала переговоров. Ну, там, другие эпитеты я опускаю, там, относительно того, что это окончательное решение, что это не перемирие, ну, и так далее, и тому подобное. Вот я хочу первый вопрос вам задать, ну, и вы, это предпосылка для всего анализа, а вот из чего он исходит, что вооруженные силы Украины должны покинуть незанятые, неоккупированные части территории Запорожской, Херсонской и Донецкой области? Если вот я там был на фронте, я вот был не так давно, там, в мае я там был, я был на Авдеевском направлении, в поселке Калиново, я тут делал репортаж. Адриана Кучер выложила большой эфир на 40 минут в своем канале. Слушайте, ну, как бы нечего оставлять, потому что и нет такого, что у российских войск, куда бы их ни направлял Путин, есть шанс занять эти территории, ну, части Херсонской, Запорожской, соответственно, Донецкой области. Ну, там, Луганская, это небольшие кусочки. Я просто хочу понять, он как хочет, чтобы, если, допустим, он предлагает оставить правый берег вместе с Херсоном, который они сами в свое время покинули, если Украина откажется, он вот так легко собирается обратно оккупировать правый берег Херсонской области, я не представляю, как это можно сделать. На чем основана эта самоуверенность и такая самонадеятельность? Вот нам военный штат хочет понять, действительно ли заво уже начавшийся, идущий вот этот 24-й год, уже лето 24-й год, скоро июнь, вторая половина уже началась, закончится. Действительно есть предпосылки, что если Украина откажется от этого плана, ну, вот этого пункта плана, он самый главный, то, как бы, они в состоянии занять сами эту часть территории. Давайте это обсудим. Давайте обсудим. Я думаю, что Путин в очередной раз ошибся, эта ошибка не случайная, эта ошибка вытекает из его представления, сугубо ошибочного представления о том, что происходит на фронте, и какие перспективы есть у России, и какие перспективы есть у Украины. Вот целый комплекс ошибок, о которых мы можем поговорить потом, если заходите более подробно. В общем, подтолкнул его к выдвижению некоего ультиматума, это, в общем, ультиматум, это требование капитуляции, просто которое, в общем, не основано на том, что происходит на самом деле. Видите, вообще капитуляцию можно требовать тогда, когда ваши войска стоят около столицы противника, а когда ваши спецназы готовятся к тому, чтобы захватить там резиденцию президента, короля, премьер-министра, кого угодно. А ведь такого ничего нет. Нет? И если посмотреть, как складывается ситуация на фронте, и как она складывалась, то, в общем, понятно, что Путин живет в каких-то своих, в своей реальности, которая достаточно сильно отличается от действительной реальности. Об этом говорила даже, по-моему, Ангела Меркель когда-то, значит, бросила такую замечательную фразу. Так вот, что происходит на самом деле? Во-первых, если посмотреть на семь месяцев наступления, которое ведет российская армия, начиная с середины октября прошлого года, а сейчас уж, наверное, почти восемь месяцев, что получается? Провалили совершенно ту возможность, не использовали, которая сложилась на поле боя, в результате того, что на протяжении четырех месяцев вооруженные силы Украины находились попросту на удивительно и усиливающемся голодном пайке. В них не хватало, категорически не хватало боеприпасов, не хватало вооружения, вообще не хватало всего. Возникла, казалось бы, благоприятная возможность для России. Вот вам ситуация, когда вы можете чего-то добиться. Но не добились. Не добились. И, ну, просто цифры об этом говорят. Я не помню в предыдущем нашей с вами беседе мы об этом говорили или нет, но рискнув повторить. Значит, был такой разговор у нового министра обороны России Белоусова, который похвастался, понимаете ли, сказав, что вот за четыре месяца, за пять месяцев, речь шла уже об этом, был конец мая, значит, за пять месяцев мы заняли 880 квадратных километров. Из них, правда, он об этом не сказал, значит, более 200 километров – это Харьковская область. Что такое 200 километров? 200 километров – это прямоугольник длиной в 20 километров, шириной в 10. Ну, вот примерно так. А вообще 880 квадратных километров – это квадрат площадью 30 на 30 километров. Ну, что-нибудь там, половина какого-нибудь небольшого подмосковного района. Я так понимаю. Можно посмотреть там, значит, по тому, сколько, какой площади есть в подмосковных районах. Ну, смешно. В общем, смешно. Если бы не было так грустно, конечно, потому что эти 800-600 километров где-то там в Донецке, ну, в основном в Донецкой области, это, в общем, тяжелые потери и у России, и у Украины. Это гибель людей, там, разрушение всего и вся. Но, тем не менее, это не сопоставимо с теми 80 тысячами квадратных километров, которые российская армия заняла в первые месяцы 22-го года, когда Украина не была готова к сопротивлению. Ну, то есть была готова, но не на юге, к сожалению. Ну, это другой вопрос. Значит, вот чего добилась Россия. Дальше. Причем в ситуации крайне благоприятной для нее. Ну, вот просто, казалось бы, лучше не придумаешь. У противника нет боеприпасов, нет артиллерийских снарядов. У противника там непонятно, что делается с фортификационными сооружениями. То ли они есть, то ли их нет. Нет, это тоже вопрос отдельный, но как-нибудь, может быть, об этом тоже имеет смысл поговорить, но не сейчас. Значит, вот мы и видим ситуацию на фронте так, как она есть. Да, российская армия продвигается. Но сколько она продвигается? Куда она продвигается? И какими темпами? А темпы, ну, черепачьи. Черепачьи темпы. Дальше. Давайте представим себе, что, значит, какие-то еще территории в той же Донецкой области будут заняты. Это что? Это катастрофа для Украины? Это катастрофа для вооруженных сил Украины? Да нет же. Ну, займут еще несколько деревень, займут еще тысяч квадратных километров. Но это неприятно. Слов нет, о чем говорить. Это крайне неприятно. Но, тем не менее, это не проигрыш войны, это не катастрофа. А сколько, какие потери терпит российская армия? Вот для, так сказать, просто для интереса. Я бы здесь использовал цифры, которые сообщает регулярно, раз в месяц сообщает пресловутая британская разведка. Ну, или Министерство обороны в своей так называемой разведывательной обновлении. Вот так они называют этот документ. Значит, за время наступления, за 7 месяцев, ну, на начало, на конец мая, значит, российская армия потеряла, вот за эти месяцы потеряла 200 тысяч убитыми и раненными. Это примерно 40% от общего количества потерь, которые российская армия потерпела за все время войны в Украине. Значит, вот можно разделить количество потерь на квадратный километр и можно понять, каким количеством трупов, инвалидов, там, больных и прочих, значит, искалеченных, значит, отвоевываясь каждый километр, квадратный километр в земле Украины. В общем, здесь Путин допустил очень серьезную ошибку, предположив, что его требование капитуляции, его ультиматум с требованием капитуляции будет воспринят в Киеве, ну, примерно так, как был воспринят где-то там в феврале-марте 22-го года. Ну, вот, аналогичный, ну, кстати, менее жесткий, более, так сказать, мягкий вариант, который сейчас тоже обсуждается, потому что тексты этих документов, они опубликованы, полные тексты. Но там много интересного, кстати говоря. Так вот, значит, ошибся, ошибся Владимир Владимирович Путин здесь и крупно ошибся. А теперь дальше. Значит, в этом требовании, в этом ультиматуме, повторяется старая формула. Значит, Украина должна гарантировать, что она будет безъядерной, что она будет внеблоковой и нейтральной. Ну, хорошо, а готовы? Ну, во-первых, Украина, естественно, не готова признать это. За исключением, так сказать, безъядерного статуса, да, это признается. Но все остальное я не готова Украину признать. И, в общем, с негодованием, я бы сказал, отвергает вот эти самые требования, которые Путин выдвигает. Ну, хорошо. Значит, расчет Путина может строиться на том, что Запад выкрутит руки Украине и, в общем, в конце концов, заставит Киев признать вот этот вот нейтральный и внеблоковый статус. Но вот опять, как я думаю, опять ошиблись, Владимир Владимирович, потому что для Запада это как раз не очень приемлемо или полностью неприемлемо. Потому что давайте посмотрим, что будет означать для Запада нейтральная и внеблоковая Украина. Нейтралитет означает, что в случае войны Украина не будет вступать в эту войну на стороне кого-то из воюющих сторон, какой-то из воюющих сторон. А какие такие воюющие стороны могут быть? Ну, с одной стороны НАТО, а с другой стороны Россия. И где это может быть? Ну, скорее всего, в Балтийском регионе, плюс Кольский полуостров, где, значит, граничит Россия и напрямую соприкасается с зоной НАТО. Так вот, если Украина нейтральна, то тогда Россия может сосредоточить все свои доступные для этой операции силы и средства на том самом Балтийском участке. А если Украина не нейтральна, а если Украина готова поддерживать какие-то отношения союзнические, военного партнерства и так далее и тому подобное с теми или иными западными странами, ну, например, с Польшей. Ну, тогда, значит, России придется растягивать все свои войска, не только сосредотачивать их на Балтийском направлении, а растягивать по всей длине границы с Украиной. А это совершенно другая картина, это уже совершенно другое дело, другой вид на всю эту ситуацию. Значит, выгодно Западу, готов ли Запад признать нейтралитет Украины и давить на Киев с тем, чтобы и Киев это признал? Да нет, это абсолютно не в интересах, ну, по крайней мере, европейских государств. Значит, и здесь Путин опять-таки живет в плену своих каких-то параноидальных иллюзий и выдает желаемое за действительное. Так что, нет, я думаю, что вот этот до предела наглый ультиматум, который выдвинул Путин, а выдвинул он его, наверное, в расчете на то, чтобы сорвать вот этот самый саммит мира Швейцарии. Ну, вот, и опять, и, кстати говоря, опять здесь ошибка, потому что, видите, он выдвинул эти требования буквально накануне, ну, не буквально, а точно накануне начала саммита, да? Саммит начинается 15-го числа, начинался, а с этими заявлениями Путин выступает 14-го. Вот если бы он выступил хотя бы там за 2-3 недели до этого, то эффект, может быть, и был бы какой-то, потому что некоторые, так сказать, колеблющиеся и оппортунистически настроенные деятели, они бы сказали, ну, вот видите, вот и Путин готов к каким-то переговорам, а каким переговорам, это, в общем, не всех интересует. Но, в общем, тогда могла бы быть какая-то такая вот смута в лагере, который поддерживает Украину. А так уже все было готово для этого саммита, уже все речи были написаны, все бумаги были составлены и, значит, утверждены. И, в общем, Путин здесь тактический, это тактический проигрыш, но, в общем, Путин, которого считают почему-то хорошим тактиком, он, в общем, здесь в очередной раз провалился. Просто потому что у тех людей, на которым было направлено это послание, и которые, значит, которые, как рассчитывали в Кремле, могут там устроить какую-нибудь заварушку на этом саммите или просто сказать, а вот давайте мы его отложим, пока изучим предложение, там, и так далее, и тому подобное. Да, такое тоже могло бы быть, в общем, наверное, могло. Но, значит, Путин затянул и совершенно бездарно, я бы сказал, затянул эту историю. Нас 21 тысяча смотрят, мы почти 20 минут в эфире, и около 6 тысяч поставили свои лайки. Те, кто к нам присоединился за это время, это приличное число людей, пожалуйста, не забывайте, ссылки на этот эфир размещают в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Смотрите, Юрий Евгеньевич, вопрос ведь как выглядит. Кстати, третьим я когда говорил, забыл упомянуть, что он требует снять санкции, понимаете, сразу, чтобы все санкции были сняты. То есть не то, что по итогам переговоров, а это со старта предлагается безусловное требование. Отвод войск, снятие санкций и, соответственно, гарантии не вступлению НАТО и, соответственно, нейтральную санкцию. Вот смотрите, все отреагировали, все отреагировали отрицательно. Ну, кто дипломатически сдержанно, кто агрессивно, неважно. В общем, сказали о том, что, ну, это уже совсем как-то, кто сказал, самое мягкое, нереалистичное требование. Да, но вопрос-то ведь в чем заключается? Все-таки 24-й год, лето-осень, это ответ на контрнаступление украинских войск в 23-м году. Они должны продемонстрировать в 24-м году, ну, как минимум до ноября, до момента выборов в Соединенных Штатах, важного политического события, которое может определить дальнейшую тактику, стратегию поддержки Украины со стороны Вашингтона. Они должны что-то продемонстрировать. Вот вопрос заключается в следующем. Все, что они могли, на Ваш взгляд, с военной точки зрения, обеспечить в условиях, когда была эта пауза с передачей помощи Украине в размере 61 миллиарда, мы все помним, это долгое голосование 6-месячное в Палате Представителей, Нижней Палате Конгресса США. Это все, что они вот, ну, на это лето, как минимум, потому что остается еще 2,5 месяца лето, это все, что они могут продемонстрировать. Или же, возможно, какой-то спорт такой спортивный, да, вот быстро прям вот они могут сейчас продемонстрировать еще более лучший результат. Потому что без этого, вот чисто военный вопрос, все эти ультимативные предложения или требования, они просто теряют вес и смысл. Вот я о чем. Есть ли какой-то резерв у Москвы сейчас, чтобы интенсифицировать боевые действия и осуществлять наступательные действия более успешно на Сумском направлении, на Черниговском, на том же Харьковском, там, на Авдеевском, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот что мы хотим понять. Опять же, давайте посмотрим на цифры, потому что без этого очень трудно говорить. То есть говорить-то можно, но просто это будет не очень, как бы сказать, убедительно. Так что происходит? В Украине воюет 400, на оккупированных территориях Украины воюет 470, ну, может, 480 тысяч российских войск, солдат. И примерно, где-то порядка, наверное, 45-50 тысяч сосредоточены в трех областях, Курская, Брянская и Белгородская, угрожая вооруженным силам Украины вот на Сумском направлении и на то, что происходит на Харьковском направлении. Есть ли возможности у России чего-то добиться большего? Ну, во-первых, наступление на Харьковском направлении остановлено. И, в общем, там тяжелые бои идут, особенно в районе Волчанска. Затяжные, видимо, такие бои, вязкие, как можно сказать. Где-то, наверное, продвигаются одна сторона, чуть-чуть продвигаются, где-то другая. Но, в общем, каких-то успехов, ну, пока, на мой взгляд, не намечается у российской армии. Не намечается. Удалось остановить. Теперь то обстоятельство, что вооруженным силам Украины разрешено бить по территории России, то есть по территории Белгородской области, прежде всего, это, естественно, существенно сокращает боевые возможности российских войск, потому что удары могут быть, ну, прежде всего, по тем районам, которые называются районы сосредоточения, развертывания, ну, то есть вот там, где находятся войска, перед тем, как пересечь границу. Значит, они неизбежно должны быть, ну, более или менее как-то плотно дислоцированы и, соответственно, являются очень такой привлекательной, я бы сказал, целью для хаймерсов. Особенно если эти хаймерсы будут использовать в данном случае кассетные боеголовки. Плюс атакмусы, которые вполне могут действовать на большем расстоянии, чем хаймерсы, но и атакмусами можно уничтожать достаточно хорошо укрепленные там командные пункты и так далее. Значит, вот если говорить об этом направлении, ну, тут я, честно говоря, не вижу перспектив. Да, там будут тяжелые бои, да, вооруженные силы Украины вынуждены отвлечь туда определенное количество войск, но BBC называет цифру там 14 бригад, хотя и не полного состава. Но это достаточно серьезно. Это, естественно, это облегчает для российской армии, для Москвы, облегчает какие-то операции на юге и в Донецкой области. Но, видите, если на протяжении многих месяцев 470 тысяч солдат и офицеров не смогли добиться какого-то весомого решающего успеха, то где, какова вероятность того, и почему, собственно, они должны добиться этого успеха в предстоящие там 2-3-4 месяца? Значит, они могут добиться успеха, они, то есть русские войска, могут добиться успеха тогда и если, когда и если будет проведена мобилизация. О чем, как сообщают, постоянно об этом рассуждают российские военные блогеры, российские корреспонденты, которые там, эти Z-военкоры, они постоянно рассказывают о том, что Герасимов надоедает Путину с требованиями мобилизации. Вот новый министр обороны, Белоусов, он, видимо, помолясь и посоветовавшись с духовниками, решил, что вообще-то, может быть, стоит и демобилизовать кого-то. Вот они сейчас, значит, перетягивают там Канаду. Понятно, в общем, да и Путину тоже хочется кого-то демобилизовать, пусть там десяток другой тысяч, не 300 тысяч, которые были мобилизованы в 22-м году, а десяток, ну, там, 10-20 тысяч. Все равно, представляете, какое было бы пропагандистское шоу из этого устроено, какие бы, в какие бы барабаны били там все эти замечательные люди, вроде Соловьева, Скобеева и прочее и так далее. Но не получается. Вот военные генералы говорят, не, не надо. А надо мобилизовать. Надо мобилизовать там 200-300 тысяч. Мобилизовать просто. Это достаточно подписи Путина. Но где он возьмет офицеров? А в российской армии дефицит офицеров. Вот, значит, есть BBC вместе с медиазоной, по-моему, по-моему, медиазона. На ней изучают некрологи, которые публикуются в соцсетях, в соцмедиа. Ну, сейчас насчитали там 50 с лишним тысяч погибших. Ну, точно, совершенно. Да, да. Подтвержденный по проценту. Конкретный человек. И так вот, там получается, что количество офицеров среди вот этих объявлений о некрологах уже не 10, а более 10%. А в среднем на одного офицера, по статистике, в российской армии приходится 10 рядовых. А нам оказывается, что, в общем, чуть больше. Ну, там можно объяснять по-разному. Но, в общем, получается, что гибнут офицеры. Значит, их нужно пополнять, восполнять эти потери. Это отдельная проблема. Но, если вы мобилизуете 20 тысяч человек, 200 тысяч, прошу прощения, значит, вам нужно сколько? Ну, 20 тысяч офицеров новых. А где их взять? А взять их нет. Ну, можно сержантов, которые по бойче сделать, там, 3 месяца. Это решение, это же надо учить этих людей. Ага, да, потому что лейтенанта учат в военном училище 4 года, а этого учат 3 месяца. Ну, конечно. Так уже происходит. Ну, в общем, офицеры из них в щеке. Это раз. Во-вторых, техника нужна, вооружение нужно для этих вновь создаваемых частей и соединений. А откуда ее взять? Потому что военная промышленность не справляется. Вот, кстати, ну, справляется с чем она справляется? Справляется с тем, чтобы восполнить потери, которые, значит, которые войска несут. То есть технику. Ну, вот потеряли за месяц там 100 танков. Вот они 100 танков. Либо там новые делают, либо ремонтируют. Ну, в основном все-таки ремонтируют те, которые снимают с хранения. Так, а там уже танки, произведенные во время еще, когда секретарем ЦК КПСС по военной промышленности, был некто Устинов. Ведущий. Который, в общем, вот этих танков понадел огромнейшее совершенно количество. Не знаю, их девать куда их потом долго не могли девать. Но вот сейчас нашли им применение. Но это все-таки некие танки, которые нужны для современной войны. Субтитры создавал DimaTorzok